Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас прямой эфир. Звоните, задавайте вопросы, присоединяйтесь к нашей дискуссии. Мы уже на протяжении двух-трех передач обсуждаем одну тему, которая у нас какой-то сквозной такой нитью проходит. Злые языки утверждают, что мы обсуждаем все подряд и непонятным образом. Ну, это я так. Что, пора переходить на понятный тогда образ? Продолжим разговор. Нет, это самоирония. Ну, такая может быть, да. Да, попробуем обсуждать, учитывая то, что я периодически об этом говорю и в нашей студии, и в нашей передаче, и регулярно с этим сталкиваюсь на приеме, на сессиях психотерапевтических. И как-то уже привык к этому, что психотерапия, как она есть, очень редко тематизирована. Она скорее похожа на некое, ну, пазл, лоскутное одеяло. Мы начинаем с одного, потом переходим на другое. И тому, кто привык к последовательному развитию событий. Какой-то структурированности. Да, да, иногда очень трудно. Но если человек следит за всеми элементами, за тем, как двигается обсуждение, и задается вопросом, что, вероятно, даже если речь зашла о чем-то другом, она как-то связана. То есть, это не просто людям нечего делать, и они перескочили с одной темы на другую. То есть, когда человек может сам разговор, сам случающуюся беседу еще рассматривать немножко как отдельное произведение, да, ну, то, что произведено двумя, то у него появляются тогда соображения, почему это так, почему иногда за 50 минут, например, встречи, как кажется, два сидящих напротив друг друга человека поговорили обо всем. Но если не обо всем, то о многом. И о папе, и о маме, и об увлечениях, и так далее. Все это потом как-то собирается. В прошлой программе мы говорили, продолжили разговор о депрессии, и депрессии, связанные с нехваткой финансов. Вот, прошлая наша встреча была посвящена тому, что мы обсуждали инструменты, которые сейчас предлагаются многочисленно в интернете, ну, некие там упражнения. Вот, предлагается нечто структурированное, что поможет избавиться от депрессии. И мы как-то, вот, пытаясь не критиковать коллег, психологов, там, и других специалистов, которые помогают людям в конкретно таких ситуациях, вот, мы пытались подойти, что еще, и у нас закончилось время нашей программы. Если нет инструмента, если не эти упражнения, вот, не эта структурированность, что тогда человеку делать? Что человеку делать? Мы с вами эти шаги уже, Елена, сделали, и сегодня давайте попробуем сделать повторение мать-учения, в данном случае, может быть, хорошего. Мы возвращаемся на шаг назад и думаем, а почему те действия, которые мы произвели, не имели успеха. И мы начинаем анализировать эти пробные действия. И мы с вами в прошлый раз уже, кажется, эту процедуру сделали в определенном смысле. И мы, вообще-то, добрались до того, что, до идеи, что это не только, может быть, связано с нехваткой денег, или там, но это может быть связано еще с нехваткой чего-то, да? То есть, как будто в депрессии, в том настроении, которое человек может испытывать, в основе лежит нехватка контактов, знаний, денег, солнца, витаминов, гормонов счастья, ну и так далее. Можно загибать пальцы дальше. И ведь, исходя из идеи нехватки, строится дальше стратегия. Но если человеку чего-то не хватает, ну если вы в депрессии, вам не хватает витаминов, значит, эти витамины вам надо дать. Если вам не хватает денег, значит, вам нужно где-то найти деньги и дать вам их, да? Если вам не хватает знаний, депрессия по поводу того, что я не знаю, что я за личность такая, да? Ну вот, пожалуйста, вам знания о том, какая вы личность. Пожалуйста, тесты какие-то, пожалуйста. Если моя депрессия по поводу того, что я некомпетентен в чем-то, да, У меня нехватка самооценки. То есть моя депрессия связана с тем, что я себя не люблю. Нехватка любви. Значит, нужно увеличить количество любви. Ну, тут такая прямая логика разворачивается. Мне кажется, конкретно в этом вопросе не все так просто. Я как раз к этому иду. У нас звонок, Алексей. А, ну, отлично. Здравствуйте, вы в эфире? Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Здравствуйте, Елена. У вас вопрос? Какое-то свое мнение? Ну, скорее, я хотела бы присоединиться к вашей беседе. Ну, сложно говорить, как услышать мой голос. Нужно убавить, наверное. Вы будете слышать и так наш голос в трубке. Я напишу там, в этом вопросе. Что у вас там говорится. Ну, ладно. Сегодня вы сказали такую фразу, что чаще при ценно-депрессии рассматриваются какие-либо недостатки. Недостатки чему-то. Мне сказало каждый, что в чаще случаях может быть не только недостатки, сколько переизбыток, переизбыток каких-то, ну, не только испытаний, сколько каких-то жизненные затруднения, от которых депрессия – это спасение, а именно тащительный механизм. Я просто подумал. Может быть, у вас какой-то пример есть, Елена, от чего может укрывать депрессия? Да. Пример. Я не знаю, почему это пример. Потому что для меня сама вот эта статка, она такая, чуть-чуть магическая, наверное. Или не такая рациональная. У меня прошлый год был очень такой глубокий депрессивный эпизод, длительный, хуже-хуже, не реагировал, ну, много способов, которым я пыталась с этим работать, как-то не помогало, какие-то прежние способы ничего не помогало. И, спустя этот год, я, собственно говоря, узнала о том, что у меня в семье, у моей дочери очень серьезное затруднение. Вернее, для меня, кстати, очень информация, которую я не хочу озвучивать публично, но, как бы, я могу только обозначить, как для меня это было просто шоково. И вот то, что… то, о чем я узнала, это развивалось как раз на протяжении всего этого года. Оно было хуже, хуже, хуже. Я в своем состоянии не связывала, не замечала, не понимала, что происходит. А потом, когда она, собственно говоря, призналась, озвучила, и мы начали с неопределённые шаги по исправлению ее ситуации, нашей общей, все, мое состояние изменилось. Ну, там, конечно, были и действия с моей стороны, например, смена лекарств, дополнительные трансмиссии, всяко-сяко, и как бы жизненные обстоятельства чуть лучше стали. Но, тем не менее, вот этот вот какой-то момент переключения был достаточно резкий. Смена депрессии на какое-то вот относительно маниакальное состояние. Ну, по крайней мере, на нормальное состояние. – То есть, период активности какой-то, да? – Да, да. То есть, когда это было, как бы, полное дно, внимание не фокусировалось и его не было, и всего всего не было, и, как бы, все, что это характерно, депрессия, то потом, буквально, там, в три дня, не вернулась обычное состояние. То есть, то, что я не надеялась, вообще в тот год уже думал, что все это принадлежит, то уже деградация как бы прошла к этому. А тут оно оказывается, нет, еще жизнь продолжается. – Елена, если, возможно, не раскрывая ваше, то, что не нужно раскрывать, то, что не хотите, если вернуться к вашей, ну, идее, да, что депрессия может быть связана с избытком, то что случилось с вашим избытком? Он куда-то делся, он потратился, вам удалось его где-то, этот избыток оставить? Какова его судьба? То есть, как будто вы связали вот сейчас улучшение своего состояния с уменьшением этого избытка, если я правильно понял. – Да. – А что случилось, что случается с богатством, которое, ну, тут богатство в кавычках, наверное, да, тут не до иронии? – Да, ну, не богатство, оно скорее как, ну, господи, как оно там, плита, которая… – Ну, груз некий большой, да, вот этот груз как будто бы стал поменьше. давит, 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 и при этом эта плита, она еще и, ну, то есть, как не опознается в этих, в том, что это, откуда это идет. – То есть, избыток – это плита? – Да. Но для меня это было давление такое, призывающее к земле. – Угу. – И под избытком, ну, то есть, я имею в виду, когда ситуация начала разрешаться, и когда мы начали с ней совместные действия по преодолению всего того, что было накоплено к этому моменту, ну, вот я говорю, состояние изменилось. – Угу. – Ну, то есть, у меня это было самой такой большой… Ну, то есть, я уже рефлексивно, потом обратно анализировала это, почему же, вот, например, именно, когда августа, что у меня вот в три днях хлопухи и состояние резко изменилось. – Угу. – А то, что, как бы, она призналась о том, что с ней происходило, это было конец июля, весь, по-моему, мы с ней разбирались, что с этим всем можно сделать. И в конце августа ситуация стала уже такая вот понятная. И ее намерения, и дети, и мои дети. Все. Значит, ситуация была, как бы, ушла в подконтрольное какое-то такое состояние. – Угу. – Да, спасибо за пример. Может быть, какой-то вопрос, Елена, у вас есть? Есть, может быть, что-то, некое сообщение для тех, кто еще сюда дозвонится? – Сложно сказать. – Я была на передаче. Собиралась позвонить уже в прошлый раз. И после этого, когда не решилась, я поняла, что само по себе тело депрессии вспоминать и погружаться в нее, как будто бы оно вызывает, ну, ощущение того, что сейчас опять накроется. – Угу. – Угу. – Угу. – И возможно, что какое-то такое сопротивление идет к разговору об этом еще и потому, что это как-то вот нелегкий опыт. – Угу. – Угу. – У меня было сравнение такое, что там, когда после родов закончишь родовый дом и слышишь, как кто-то там вот в этот момент рожает и какие звуки приходят, как бы это дополнительно накрывает. Вот то же самое, что когда я слушаю разговор о том, что происходит в депрессии или как-то пытаюсь помнить свое, оно как будто бы так вот всплывает. – Интересно, вашу версию нашей разговоры о депрессии возможно для человека, который находится в этом состоянии или находился недавно в этом состоянии могут быть избыточны? – Да я так не сказала. Знаете, когда ты сама думаешь о том, чтобы начать говорить об этом, вот это вызывается. а когда слушаешь о том, как вы слушаете вы, это все-таки интересно и… ну это про другое. – Угу. – То есть слушать про это интересно и очень полезно, особенно если для кого-то это текущий опыт жизненной жизненной ситуации или недавно прожитой, и как вот. То есть знать про это всегда хочется чуть больше, в полчаса, потому что страшная депрессия. Вот. – А сама говорить об этом сложно. – Интересно. При этом вы сейчас говорите, хочется знать чуть больше, значит, все-таки версия Алексея, что это как-то связано с нехваткой, она тоже имеет право быть? – Право. – Право, однозначно. – Угу. – И самые первые версии, которые… я сама провязала в своей жизни, ну то есть как бы на протяжении вот любого прожившего времени, эта версия была главной, чего уж не хватает. – И да. – Угу. – Я соответственно добавляла в свое лечение разные компоненты. – Только когда уже понимаешь, что вот уже все нехватки проанализированы и уже добавить нечего, а ну все еще, вот это тогда будет такая идея избытка. – Да. – Чего-то такого, что не осознается. – О спрятанном избытке, да? О нехватающем избытке. – Да. – Да. – Да. – Спасибо вам, Елен, за звонок. – Спасибо, Елен, за звонок и за такой, мне кажется, откровенный рассказ о себе. Для этого нужно смелость определенную иметь. Спасибо. – Угу. – Спасибо. Ну вот эта мысль и не просто какая-то умозрительная идея. Я полагаю, что это, ну это было слышно, что это выстраданная идея. – Выстраданная. Мне понравилось, что я вот силу Елены в чем еще услышала. вы врач-психотерапевт, да, у вас опыт, и вы какую-то идею высказали. А она, как человек, который находился в этой ситуации, ну достаточно смело предложила вам свою идею, что вот не о нехватке, а об избытке идет. И она, в общем-то, свою позицию постаралась аргументировать. Ну и когда слушала, я подумала, что, возможно, в этой ситуации уж точно не стоит судить, как белое или черное, да, много или мало, избыток или нехватка. Наверное, здесь все намешано, как мы в прошлых программах говорили. Не только деньги депрессию вызывают, да, но и какие-то другие компоненты в нашей жизни. – Елена, ну тут есть, на мой взгляд, одна важная стратегическая вещь, момент стратегический. Вот как я бы об этом сказал. То есть если, ну просто по логике, да, как мне кажется, по естественной логике, если я думаю, что мне чего-то не хватает, то есть во мне чего-то нету, то я смотрю по сторонам, где это взять. Ну, во-первых, я выясняю, чего, пытаюсь выяснить, чего мне не хватает. И второе, ну если, как в примере с деньгами, я выясняю, что мне не хватает денег, я стараюсь их аккумулировать. Понятная логика, да. И в этом смысле, если психолог или психотерапевт появляется на моем пути, то он должен быть тем помогающим добыть что-то человеком. Ну, не деньги, но как-то научите меня зарабатывать. Да, это звучит так. Я пойду на тренинг личностного роста, чтобы в месяц зарабатывать миллион рублей. Понятная идея. В чем стратегический подход? Вот. Если я допускаю мысль, что мне так плохо, потому что есть какой-то избыток, и этот избыток явно во мне, то взгляд тогда, возможно, мой ищущий разворачивается из внешней перспективы во внутреннее пространство. И в этом смысле психологи и психотерапевты, ну, я бы так сказал, может быть, если вы говорите про черное и белое, немножко разделять или немножко куда-то кого-то позиционировать, то есть те, которые помогают человеку во внешнем мире как-то сориентироваться, да, помогающие профессии. Есть люди, которые помогают человеку сориентироваться во внутреннем мире. Иногда это одни и те же специалисты, иногда разные. Но вот этот момент, о котором я говорю, искать внутри себя. И тогда, может быть, будут обнаружены некие избыточные чувства, которые у человека существуют и которые, может быть, как иногда говорят про депрессию, придавленные этой плитой. Ну, какой-то гнев, может быть, да, какое-то чувство вины, может быть, непокидающие человека, многолетние, там, чувство вины за что-то, да. Раздражение, недовольство, ну, то есть это может быть целый букет каких-то переживаний, которых у человека в избытке, но внешне мы никак это не видим. И человек иногда сам не совсем связывает одно с другим. Хотя уже сейчас люди подготовленные, они приходят на прием и говорят, у меня накопилось вот это вот метафорическое высказывание, прочно вошло в обиход. У меня накопились какие-то переживания. Приходит женщина на прием и говорит, у меня, кажется, накопилась обида. Я долгое обиды, я долгое время не признавала это, перед самой собой в первую очередь, да. И там раздражение и неудовольство, ну, по отношению там к кому-то. И вот в данном случае вопрос, что с этим избытком делать. Прежний способ существования с этим избытком – молчать и, ну, переносить просто так, или говорить с подругами, или выпивать алкоголь, или там еще что-то, ходить за покупками, он не работает, да. Мне нужно что-то другое. Вот помогите. — То есть, например, в этой ситуации, где вы приводите примеры у женщины, можно сказать, нехватка способов выражения своих чувств и своей обиды. То есть, если она внутрь так у нее глубоко погружена, и там она копится, копится, и как-то вот она разрастается и занимает все внутреннее пространство. — Ну, если иронично, или искать какую-то такую сторону диалектическую в этом смысле, да, то за любой нехваткой можно найти избыток, и за любой избыток развернуть в нехватку. Ну, в конце концов, у человека, который жалуется на маленькую зарплату, если у него возникнет огромное количество денег, он, может быть, придет и скажет, у меня теперь нехватка мест, куда я могу их вложить. Да, вот туда не могу, сюда не могу, у меня здесь другая проблема, да. — Или у меня теперь нехватка сна, потому что я как кащей над златым часом. — Ну, например, да. Вот эта идея избытка, она очень интересная, она очень продуктивная, она не последняя. Вот я не склонен сейчас сводить вот так вот либо к избытку, либо к недостатку. Но, по крайней мере, сегодня, как мы об этом говорим, посмотреть, в чем же этот избыток… Иногда это избыток лет. Человек подходит к зеркалу, видит, что ему уже там 60. Избыток лет. — А может быть, избыток жизненного опыта? Ну, когда много всяких перипетий у человека в жизни случается, и у него в какой-то момент вот усталость наступает. — Не знаю, может быть, я не буду сочинять, если мы с вами будем передачу еще лет 20 вести или 25 или 30, и вы меня спросите лет через 30, я вам отвечу. — Устали вы от жизни или вы устали от передачи? — Как вариант. А может быть, кто-то из людей, который шагнул в этот возраст, позвонит нам и расскажет, есть ли… Я знаю, что есть… Они больше о себе заявляют люди, которые не устали. Мы их видим, бодрых, активных людей, ну, как сейчас принято называть, пожилого возраста. А людей пожилого возраста не бодрых и не активных мы почти не видим, ну, потому что они дома находятся или где-то в приютах они находятся, да. Мало с кем разговаривают. Но про усталость, например, от своей бабушки я слышал, которая умерла некоторое время назад, несколько лет назад. И вот эта усталость пожилого человека от жизни, вот этот мотив от нее звучал. Ну, то есть, такая история и есть, да. Как это может быть? Нужно ли нам в развернутом каком-то виде? Захочет ли кто-то об этом сказать, да? – Алексей, я не знаю, корректно ли будет обсуждать, ну, как мне кажется, случай, предложенный Еленой. Ну, вот она рассказала нам некую историю. Мне интересно, есть ли у вас гипотеза, за счет чего произошло ее переключение? Потому что она подчеркнула резкий переход был от депрессивного состояния к активности. – Ну, давайте попробуем подумать. Я зацепился, конечно, за слово «маниакальный». Елена, кажется, активно, ну, как большинство людей сейчас использует вот эту, ну, сленговость определенную, да, это часть общего языка, который нас окружает. Мы уже об этом говорили. Психопаты, шизики, нарциссы, маньяки, депрессия, маниакальность – это, ну, вошло биполярка, да, активно. – Или подумала, она это слово употребила просто, может быть, что вот эта ее активность, если сравнивать с предыдущим пассивным периодом, ну, ее вот прям было много, и она настолько в резонанс, в какой-то вот… – Я здесь хотел, отвечая на ваш вопрос, хотел сказать, что часть людей, не находя психологических объяснений, почему это могло произойти, ну, душевных каких-то объяснений, связывают это все-таки с биологией. И часть случаев действительно с этим связаны. Ну, у болезней, которые больше укоренены в нашу биологическую природу, есть вот эта вот связь с биоритмами, со своими… ну, мы пока это не вычислили, да, там, световой день сократился, и у человека изменяется настроение, да, снег выпал, то есть белого света стало больше, и у него вроде бы возвращается хорошее настроение. Масса сейчас исследований по этому поводу, по поводу циркадных ритмов и так далее. вот. Но Елена, кажется, указала на то место, где можно было бы искать, если бы нужно было. Она рассказала о взаимодействии, о каких-то разговорах, о какой-то истории, которая параллельно разворачивалась у дочери, если я правильно помню, да, вот, и две истории разворачивались параллельно. Елена, кажется, сказала, что она не замечала параллельно разворачивающуюся историю. Точнее, мы скажем, наверное, так, она и замечала, и не замечала, и, кажется, она тоже об этом сказала. Ну, грубо говоря, болезнь являлась депрессия, по-моему, буквально, Елена сказала, такой способ от чего-то закрыться, защититься. Кстати, очень интересная тема, мы пометку на полях можем сделать, и нам стоит об этом думать, может быть, поговорим когда-нибудь о том, что психические расстройства являются убежищами для некоторых людей, ну, для многих людей или в некоторых случаях. Убежищами, где люди могут спрятаться сродни домику, но этот домик не физический характер носит, да, а такой душевный, где я от вас отгорожен, ну, чем-то, своей бесчувственностью, своей усталостью, может быть, своей многоречивостью я тоже от вас отгорожен, ну, таким фонтанирующим, может быть, своими галлюцинаторными какими-то переживаниями, масса вещей может быть. Есть теория психических убежищ очень такая интересная, содержательная. Вот. Но в этом смысле Елена, как я слышу, если от ее лица говорить, говорила буквально следующее. Я знала, что у моей дочери что-то развивается, но для того, чтобы об этом не знать, я была в, ну, не по собственному желанию, не по тому, что я это включила, я была вот в таком подавленном настроении, состоянии, которое называется депрессией. Депрессией сложно быть эмоционально вовлеченным, ну, не знаю, в истории, которая параллельно разворачивается или где-то рядом на глазах. Для этого она и нужна, если мы это так прочитаем с психологической стороны, она для этого и нужна, чтобы не быть эмоционально вовлеченным. Угу. То есть не потому, что… То есть депрессия – это домик, убежище для эмоциональной вовлеченности. То есть она спрятана в этом доме? Да, я спрятан для того, чтобы эмоционально не вовлекаться, потому что, может быть, мне кажется, мне где-то там задним умом представляется, что быть вовлеченным – это, может быть, сильно потратится или это может быть разрушительно как для меня, так и, например, для ребенка. Ну, как бы это ни звучало. Может, болезненно как-то быть. Да, поэтому, как ни странно, может быть, но психические такие состояния, нарушения, расстройства очень часто… спасают людей. И коллегам, специалистам, конечно, всегда об этом стоит помнить. И если ты выковыриваешь своего пациента из домика, не понимая, что он там защищается и прячется, то ты обречен на неуспех просто в этой помощи. Скорее обречен на то, что тебя будут воспринимать как того, от кого надо спрятаться еще дальше. Ну, то есть принцип «не навреди», он и в кабинете у психотерапевта, у психолога очень важен. Ну, или если ты вредишь, то вреди с умом. Спасибо за разговор. Спасибо, уважаемые телезрители, что были с нами. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова